В областном правительстве прошло заседание штаба по развитию региона. Говорили о возобновлении подачи тепла в социальные учреждения, среди других вопросов развитие транспортного сообщения, а еще лесовосстановление в Ульяновской области. Расскажет Эдуард Истомин. Губернатор Алексей Русских провел совещание в режиме видеоконференц-связи. Глава региона отметил эффективность ульяновских бизнес-миссий. Речь идет о поездках нашей делегации в российские регионы и страны СНГ за последние два года. Посетило 13 регионов, а также Беларусь, Узбекистан, Китай. В результате мы имеем более 300 потенциальных из заключенных контрактов. Сумма отгрузки уже превышает 2 миллиарда рублей. Ульяновский регион делает ставку на туризм. Он опирается на развитое транспортное сообщение. В области хотят диверсифицировать перевозки. Летом с помощью навигации по Волге окно возможностей расширит авиарейсы в Минск. Начало рейсов запланировано с 1 июня. Полеты будут выполняться один раз в неделю по субботам. В настоящее время также ведутся переговоры с авиакомпанией по организации полетов два раза в неделю. В регионе завершился отопительный сезон, но в мае холоднее, чем в конце апреля. Тепло решили вновь подавать. В первую очередь на объекты соцсферы. Это детсады, школы и больницы. По состоянию на 13 мая можно говорить, что тепло подается в 211 школ, 207 детских садов, 28 учреждений социальной сферы, 102 учреждений здравоохранения и 16 областных учреждений образования. В регионе активно занимаются лесовосстановлением. В этом году требовалось высадить деревья на 1500 гектарах, но план лесовода выполнили до 9 мая. По Приволжскому федеральному округу мы одни из первых, кто в короткие агротехнические работы выполнил все лесокультурные мероприятия. Также работники лесной отрасли в полтора раза превысили по гектарный норматив посадки деревьев. Такой подход позволит минимизировать работы по дополнению лесных культур. Эдуард Истомин, Дамир Губеев, Вести Ульяновск.